Праздник воскресения Христова Осмыслить те события, которые происходили в Иерусалиме И которые стали основой новой христианской жизни И сегодняшняя Евангелие нам предложило вспомнить о уверении Фомы Который показал свое, как мы говорим, деятельное неверие И до тех пор, пока сам не уверился в истинности слов, которые сказали апостолы Не хотел признавать ту истину, которую узнали уже ученики Господа И это состояние апостола Фомы, оно очень нужно нам для понимания нашей христианской жизни О какой же вере идет речь и чему должен был поверить Фома, когда наоборот Если человек уже видит, то его не надо ни в чем уверять И здесь, конечно, мы понимаем, что Господь промыслительно сделал так, чтобы в первый день своего воскресения Фома не оказался рядом с другими учениками Господа И чтобы он сказал и произнес эти слова, что пока не увижу, не поверю И естественно, что здесь Господь противопоставляет вот это неверие Фомы Неверию фарисейскому Ибо те видели и не веровали И когда явное событие или явление человек, воспринимая, не верит, не уверяется в этом А наоборот, совершенно понятные вещи называет другими именами Из-за того, что его сердце неправедно живет и не хочет признавать истину Вот именно ради этого противопоставления мы и видим слова апостола Фомы Потому что он-то как раз явил, что если человек встречается с Богом и видит это воскресение Видит это явное событие, то он и должен последовать и свидетельствовать об этом событии так, как оно было И в отличие от фарисеев, которые видели, как Господь исцелял, воскрешал И изменял жизнь окружающих, прощал грехи И через то люди исцелялись и становились здоровыми Через это все их состояние, когда они отвергали явное свидетельство о том, что к ним пришел Сын Божий Апостол Фома наоборот говорит, Господь мой и Бог мой И мы видим, как важна вера человека Ибо она совершенно по-разному может действовать в человеке И может умоляться, может усиливаться Мы помним замечательное место, когда апостол Петр, увидев Господа, ходящего по водам Сказал, Господи, повели и мне прийти к Тебе То есть он увидел и веровал Но как только его вера приобрела сомнения Тогда он начал утопать И просить Господа изменить ситуацию, спасти его И тот ответил, что ж ты, неверующий, усомнился Что ж ты, малодушный, не почувствовал, что если ты видишь перед собой настоящее явление Бога Так доверяй всем своим сердцем без всякого остатка И поэтому замечательные слова Господа завершают это наше сегодняшнее повествование А его воскресенье он обращается ко Фоме и говорит Так посмотри же, блаженны невидевшие, но веровавшие Ты не получишь награду за то, что ты видел меня и удостоверился в этом Но получат награду те, кто не видели, как ты, как твое уверение, но веруют И здесь, конечно, Господь имел в виду и апостола Иоанна Который, подошедший к гробнице Господа в тот самый первый день Его воскресения И, войдя за Петром, который размышлял об одежде, оставленной после погребения Господа в этой пещере Размышлял в своих мудрованиях и в своем очерненном сердце после предательства Господа То Иоанн Богослов, наоборот, увидел и уверовал И это дается, конечно, сердцу, которое очищается от греха Которое стремится познать истину в этом мире И, конечно, Господь говорил о тех, кто услышит слово проповеди учеников Христовых И, не видев Господа, будут веровать в Него И эта вера прорастает в нас с такой силой, такой приносит плод, что мы, особенно за всеночным воскресным бдением Когда поем слова «Воскресение Христово видевшее», мы их поем именно с той силой, что мы не просто верим Мы словно видели это воскресение сами Настолько Господь дает нам возможности, силу и благодать, чтобы мы не сомневались в том, что произошло много тысяч лет назад И, конечно, каждый из нас мог бы сегодня произнести слова апостола Фомы Мы тоже хотим увериться, осизать Но это сомнение в сердце человека И оно бывает полезно только тем, кто как Фома в простоте, в искренности и в правде Чтобы потом точно следовать за Христом, услышать эти слова и увидеть Господа И мы помним, что в прошлом столетии такого лицезрения удостоился один из русских святых Преподобный Силуан Афонский Он тоже не видел Господа И так же, как Фома, наверное, размышлял в своем сердце И думал уже, что все, Бог оставил его Что он там, где-то Может, даже в теории Но сегодняшний мир уже, раз мы не слышим Бога Значит, он, скорее всего, управляется уже не Богом, а дьяволом И в этом мире нет нам спасения И когда эта немощь, это сомнение, это уныние И по-настоящему отчаяние овладела Силуаном Афонским Тогда явился ему Господь В той самой силе, в той любви, в той кротости В том же воскресшем виде И Силуан после этого говорил Одно дело верить в Бога Другое дело знать Бога И мы не испытываем Божьих судеб Не просим, чтобы Господь являлся перед нами Потому что мы знаем, что Он являлся перед многими фарисеями Но многие ли пошли за Ним? И если бы Господь явился в наше время Многие ли бы последовали за Ним? Свободные своей воли Оставили ли свои грехи и страсти? Поэтому Господь не будет являться Каждый раз и каждому человеку Он уже сказал, что придет во второй раз И будет судить этот мир А до этого момента Он хочет спасти этот мир И Он дал нам все Все спасительные средства Все таинства, благодать, Святой Дух Действует в этом мире Бог действует и промышляет И укрепляет нашу веру Поэтому будем вместе с апостолом Фомой И вместе с другими учениками Как когда-то они сказали Молиться, Господи, умножь в нас веру Аминь